Каждая богатая семья такая. Хозяин, доброе утро, хозяин, пора вставать. Зинаида, в рот и ноги, вы специально меня так рано будете. Хотите мне настроение на целый день испортить? Хозяин, так уже почти 12 дня. А, так я на учёбу это проспал уже. Уже нет. Ваш папа позвонил в школу, дал бабла учителю и она передвинула уроки. Не, Зина, ну ты точно надо мной издеваешься, а? А ну пошла в жопу отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. А как же ваш утренний напиток из слёз рабов? Поставь на стол, над тебе немлазка бабла и вали отсюда. Спасибо, хозяин. Стоп, а сейчас челлендж. Попробуй нажать на лайк, ни разу не моргнув. Готов? Раз, два, три. Ура, у тебя получилось. Каждая богатая семья такая. Доброе утро, алмазный мой. Батя, батя, батя. Слушай, а ну скажи, ты какого ли хрена нечищенного вот это вот время в школе передвинул? Ты что, не видел, что там в последнее время преподают эти преподаватели? Как это на хрена? Все же в твоём возрасте должны выходить в эту, в школу на занятия. Что там сложного, не пойму. Ну вот, к примеру, сегодня это, что по спичку, алгебра. На, вот тебе формула, попробуй реши её. Так, что да. Ну, что это за бред такой? А я тебе о чём? А ещё сегодня это долбанная физкультура. Нас там вообще заставляют бегать по кругу в закрытом зале. На корточках ходить, как дебилы. И знаешь, что самое страшное? Лазить по канату. Лазить по канату? Это унизительно для нашей семьи. Алё, директор школы? Это Папа Миллиардеров. Короче, сын на физкультуру ходить больше не будет. Увольте физрукар. А кто же будет вести уроки по физкультуре? Эээ, пусть мой сын ведёт. Ну, не знаю. Одного ляма хватит. Номер моей карты у вас есть? Да. Сын, на физкультуре больше ты лазить по канату не будешь. Теперь ты, этот, учитель физкультуры. Ага. Ха, круто. Каждая богатая семья такая. Так, привет, нищеброды. Хочу объявить вам две новости. Первая. Теперь физкультуру буду вести я. Ура. И вторая новость. Самое приятное. Заниматься спортом мы будем. Наталька, это будет киберспорт. Ура, ты просто бог. Хочу от тебя детей. Красотки, но потом об этом поговорим. Так, на этой неделе у нас практические занятия по Бравл Старсум. А следующей неделе по КС и PUBG. Миллиардеров, президенты. Так, ну что, достали телефоны. Давайте, давайте. Каждая богатая семья такая. А привет, миллиардеров. Это передача «Сколько стоит твой шмот?» Расскажешь? А вы хотели интервью? Да, конечно, можно. Эта футболка, вот, к примеру, сделана под заказ под год крысы. Под моё настроение. Вот и стоит она всего лишь полтора миллиона баксов. А штанишки сколько? Штаны. Только снимать, снимать не надо. Чтобы снимать эти штаны, нужно платить бабки. Понятно, а не слишком эксклюзивный лакшери бьюти саундшек. Стоит два миллиона баксов, конечно же. Мы для разнообразия решили ещё спросить у одноклассника-миллиардера, сколько стоит ему шмот. Поищем. О! Привет, как тебя зовут? Нищебродов, я. А расскажи, что на тебе и почём твой шмот? Тьфу, чё тут рассказывать? Я всё покупаю в секонд-хенде. Дырявые ручки называется. В последний раз вот две пары штанов, три футболки, дырявые кроссовки и вот эту шапочку. Триста семьдесят четыре рубля. А как ты относишься к тому, что у тебя есть одноклассник миллиардеров и его шмотки стоят сто пятьдесят ламов баксов? А? Я, как я отношусь? Как, как, как? Уж лёпки они богатые. Лучше бы эти бабки на благотворительность потратили. Тьфу. Каждая богатая семья такая. Папа, папулечка, папа, 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 папуя, папа, папа. Ну что ты хочешь, алмазный мой? Пап, а у меня скоро день рождения. Хочу самую крутую, самую отвязную вечеринку. Да это вообще не вопрос. Устроим тебе супер партии. Куплю тебе ночной клуб, закажу туда пятьсот стриптизёрш, наймём самого крутого диджея этого, Маршмеллоуа, и кого-то из селебрити купим. Ну как хочешь там, киношные, поющие актёры. Ого! Всего лишь пятьсот! Почему так мало? Какие это нахрен вратни фуагру с друхелями стриптизёрши? Вы чё, совсем страх потеряли? А чё, пацан хочет повеселиться? Оторваться? Я сейчас отожму тебе твою веселинку. Нет, я сказала. А как тогда праздновать? Да, как? Пригласим твоих одноклассников и друзей, накроем столик по-богатому, и ещё пригласим артистов из филармонии. Классическая музыка будут играть. А вот, что-то повеяло старостью. И плесенью. Вы что-то сказали? Нет, нет. Отличное предложение. Всё. Каждая богатая семья такая. Ура! Наконец-то наступил мой день! Мой день рождения! С днём рождения, хозяин! Родители ждут вас в каминном зале с подарками! Зина! Фу! Ну уйдите отсюда! Ну не портите мне настроение своей нищебродской бордой! Ваша вода и слёз бабочек однодневок! Короче, так вот, возьми денег и валю отсюда нахрен! Короче, предки мои мультимизордыруи! А ну-ка, рассказывайте, что вы мне подарите в этом году! Ну-ка, ну-ка, где подарочки? Мама сказала купить подарок ТОП-1! Я в интернете вбил подарок ТОП-1! Вот, от Держи 11-й Айфон Про, Макс! 11-й Айфон? Вы самые богатые родители! Тупо послушали какой-то интернет! И тупо купили мне 11-й Айфон? А я говорил, ему нужно купить билет на Луну и обратно селфи сделать! Подарить новую Теслу и дудочку из бамбука! Вот прямо в точку, папа! Каждая богатая семья такая! 990 тысяч, 990 долларов, миллион! А, вы ещё здесь? Ребят, понравилась эта серия? Тогда обязательно поставь лайкосик! Давайте берём 20 тысяч лайков и я выпущу бедная семья, каждая такая! Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал! Потому что если вы подписываетесь на наш канал, нам становится тепло в душе! И ставьте лайки! Ну и напишите комментарий! Как вам? Чё? Понравилось? Или чё? Всем хорошего настроения! Всем пока! Подпишись, 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 колокольчик нажать, не забудь, комментарий ты клёвый оставь и улыбнись, улыбнись, улыбнись!